Всем привет! Это Ardor Phantom Pro. Новая мышка от нового бренда, которая у меня уже была на обзоре. Ну, почти она. Как так, спросите вы? Все просто. Раньше был бренд Z, теперь он стал Ardor. И раньше была мышка Z Phantom. А это та самая мышь, только в происполнении. Что изменилось? Ну, во-первых, цена, а во-вторых, начинка. Поэтому сегодня видео будет немного отличаться от обычного обзора. Чуть меньше будет фокуса на том, что Phantom и Phantom Pro одинаковые, и чуть больше внимания тому, что новое. За предоставленную мышь выражаю благодарность магазину DNS. Однако факт того, что мышь мне досталась просто так, не повлиял на мою оценку. Так что все сказанное в этом обзоре – это мое личное мнение, которое не проходило какую-либо модерацию со стороны производителя или магазина. Продается мышь вот в такой вот коробке. Оформление очень похоже на стиль Z, но все-таки дизайн Ardor чуть более строгий и взрослый. Качество печати приятное, как и материал коробки. На тыльной стороне перечислены главные фичи мышки, а также приведены полные ее характеристики. Внутри без изменений, то есть в коробке можно обнаружить мышь, запасной комплект глайдов, кабель, переходник для ресивера, инструкцию и недырявую спинку. Вместо старых наклейок Z, тут теперь новые наклейки Ardor. И выглядят они получше Z-овских. С точки зрения внешнего вида и формы, мышка никак не поменялась. То есть Ardor Phantom Pro это по-прежнему крайне приятная на вид мышь, которая своей формой один в один повторяет Logitech G Pro Wireless и Logitech G Pro Super Light. Как итог, Phantom Pro это крайне универсальная и безобидная по форме мышь, которую сможет с комфортом держать почти каждый человек. Да, если лапки ваши экстремально маленькие или экстремально большие, могут возникнуть неудобства. Но для 90% населения планеты Земля эта мышь, наверное, все-таки подойдет. Со сборкой и покрытием все тоже без изменений. И это, наверное, хорошо, ведь к сборке обычного Phantom я претензий сильных не имел. Даже спинка примагничена так, что лишена микролюфтов. Корпус, несмотря на вес, достаточно прочный и не скрипучий. Хотя один момент, Phantom Pro меня все-таки напряг. Дно мышки сильно пружинит, и нажав в районе сенсора, проще простого активировать обе основные кнопки. Покрытие же по-прежнему не дотягивает до мышек Logitech. Но в целом оно нормальное. Да, если по бокам были бы соты, контроль был бы поувереннее. Но как есть, в принципе, тоже сойдет. Жалко, конечно, что грипса в комплекте поставки нет. Но и жалко, что покрытие Pro-версии не сделали поинтереснее в сравнении с обычными Фантомами. Первое серьезное отличие Pro-версии от обычного Фантома касается основных кнопок. Вместо Хуана Блюшелл Вайдот, Pro-версии достали свечи KL-GM8.0. На бумаге это апгрейд, а по факту непонятно. Из-за того, что клик у KL не такой яркий, как у Хуана, на Фантом Про стали заметны некоторые огрехи, связанные с панелями кнопок. Во-первых, есть пост-тревел, который заканчивается неприятным ударом кнопки UpCorpus. Во-вторых, в каких-то нажатиях сам свитч как-то странно цокает пружиной. Ну и в-третьих, из-за чуть менее яркой пружины, колк кнопки в обратную сторону какой-то смазанной. К тому же, если кликать не совсем по центру панели, а скажем ближе к колесу, то идет заметный сгиб кнопки, из-за которого появляется как бы при-тревел. Короче говоря, не знаю как так, но с тактильной точки зрения, кнопки на Про версии мне нравятся меньше, чем на обычных Фантомах. Но справедливости ради отмечу, что не стоит слишком драматизировать эти моменты. Клик все равно на твердую четверку. Он достаточно хорош, чтобы не напрягать. Просто в каких-то моментах он мне показался не таким приятным, как на обычном Фантоме. Вот и все. С быстродействием никаких проблем. В мышке доступна настройка задержки кнопок, и это, конечно, хорошо. Боковые же кнопки ровно такие, как и на обычном Фантоме. Никакого пост-тревела, никакого притревела. Да, есть едва заметный изгиб панели задней кнопки при нажатии на край кнопки, но вряд ли кто-либо будет туда на самом деле нажимать. Так что этот момент мы опускаем. Сам клик же весьма яркий и приятный. Дифференцируются кнопки между собой без проблем, ну а нажимать их можно и нажатием, и слайдом большого пальца. Колесо прокрутки в Про версии мало чем отличается от обычного Фантома. Да, тут теперь желтый энкодер TDC, но по ощущениям эта замена сказалась слабо. Иными словами, прокрутка тут осталась плавной и относительно тихой. Дребезга прискроили нет, а сами шаги четкие и с заметной фиксацией. Но, конечно, по силе фиксации это не Альпс и даже не оптика от Вакси или Зои. В целом, это вполне игровое колесо, на которое можно положиться в раунде. Пожалуй, покритикую я ордер только за подгонку колеса в корпусе. Ось немного болтается, отчего скролл по ощущениям не такой благородный, как мог бы быть. А вот клик у колеса приятный и заметно лучше того, что встречается у оригинала в Logitech G Pro Wireless. Кнопку смены DPI оставили и для профессионалов, и это хорошо. Много кнопок не бывает, особенно если эти дополнительные кнопки расположены не на дне и их можно перебиндить. А эта кнопка находится не на дне и ее можно перебиндить. Ножки оставили такими же хорошими, как и на обычном Фантоме. Самое главное, это снять с них защитный прозрачный слой. И тогда глайд будет таким, как надо. Вес еще одно место, где мышь изменилась. Весит теперь мышь 68 грамм. И эти граммы комфортны для любой игры и для любой сенсы. Причем изменение веса в сравнении с обычным Фантомом обусловлено тем, что в Pro версии аккумулятор больше не съемный. Это конечно некий даунгрейд, но вряд ли кто-то из пользователей Фантома когда-либо вынимал аккумулятор для его зарядки. Весовой баланс, к сожалению, смещен назад. Причем такое ощущение, что из-за общего снижения веса мышки смещение назад стало более заметным. И конечно этот момент при подъеме мышки из коврика немного напрягает. Беспроводная связь осталась такой же беспроблемной, как и на Фантоме. Все работает четко и стабильно. Никаких глюков или потерь мной не было замечено. Да, по-прежнему Logitech и Razer по скорости передачи данных чуть впереди. Но отставание в 1-2 миллисекунды нельзя считать проблемой. Да и на игру это отставание вряд ли будет как-то влиять. А вот автономность изменилась. Причем, насколько я понимаю, объем аккумулятора не изменился. И вся прибавка времени работы идет за счет более энергоэффективного сенсора. И как итог, Ardor заявляет больше 40 часов игры на одном заряде. Это все равно слабовато в плане автономности, но по крайней мере лучше чем было. Заряжается мышь вот таким вот приятным и мягким шнурком белого цвета. На одном конце у него Type-A разъем, а на другом Type-C. Самое значимое изменение в Phantom Pro касается сенсора. Вместо субфлагмана в виде 3335, в Phantom Pro стоит настоящий флагман в лице Pixar 3395. Ну и так как Phantom Pro далеко не первая мышь на этом сенсоре, которая побывала у меня на обзоре, я думаю всем предельно ясно, чего ожидать от этого сенсора. Ожидать надо только хорошие вещи. Во-первых, в сравнении с 3335, у 3395, как я говорил ранее, лучшая энергоэффективность. Во-вторых, лучшие предельные динамические возможности. Ну а в-третьих, есть Motion Sync. И если улучшение энергоэффективности мы можем почувствовать, то последние два момента не особо. Динамики и 3335 хватало, а тут просто запас чуть больше. А Motion Sync какой-то особой пользы не дает. Да, курсор чуть плавнее двигается, но на что-либо в игре этот момент реально ну никак не влияет. Поэтому думаю, что на 3335, что на 3395, скилл у вас будет примерно одинаковый. Самое же большое удобство, которое дает 3395 в сравнении с более дешевым 3335, это шаг с минной DPI в 50 единиц, а не в 100, как на обычном фандоме. И таким образом можно чуть точнее настроить мышь под себя, и скомпенсировать ту погрешность реальных DPI, которая есть у этой мышки. А погрешность, конечно, есть. Пусть она и стабильная на всем диапазоне DPI. Высоту отрыва, естественно, тоже можно менять. Ну а частота опроса мышки находится в привычном всем диапазоне. То есть минимум 125 Гц, максимум 1 кГц. Софт для настройки мышки не изменился. И вообще выглядит один в один, как у Dark Project ME4, которая у меня была недели ранее на обзоре. Почему это так, я говорил в том обзоре. В этом лишь скажу, что софт есть, он работает и позволяет создавать макросы. Ну и на этом я, наверное, рассказал все, что мог про эту мышь. Поэтому давайте подведем итоги. Причем сегодня я постараюсь быть максимально кратким. С одной стороны, Phantom Pro это вполне логичное дополнение линейки мышек Phantom. Это, безусловно, топовая мышь с топовой начинкой за вполне разумные деньги. Причем разница между Pro-версией и обычным беспроводным Phantom не такая уж и большая. И из-за этого выбор именно Pro-версии выглядит вполне логичным и оправданным. С другой стороны, если у вас уже есть обычный Phantom, то апгрейд до Pro-версии я бы не стал делать. Кроме эффекта новизны, каких-то глобальных улучшений вы не почувствуете. И даже наоборот. Мне хуановские свечи в корпусе Phantom нравятся несколько больше, чем кейлский GM8. В целом же Phantom Pro мало криминально плохого. Да, можно придраться, конечно, к кнопкам, к хлипкому дну, не самой сильной автономности, немного люфтящему колесу и, наверное, еще к каким-то мелочам. Но по большому счету, все недочеты не очень существенные. Да, было бы лучше, если их всех не было. Ну, как есть, тоже в принципе нормально. В общем и целом же, Phantom Pro это вполне достойный продукт, который может успешно конкурировать с более дорогими девайсами. Особенно, если мы говорим не про первый эшелон в виде Logitech или Razer, а про второй, где мы встречаем продукцию Pulsar, Lamsu, Xtrefy и других подобных брендов. Ну и на этом, пожалуй, я и буду сегодня закругляться. Спасибо, что смотрите мое видео. Если то, что вы сегодня увидели, вам понравилось, то поддержите меня подпиской, лайком и комментарием. Если хотите поддержать меня материально, то в описании к ролику есть ссылка на прямой донат и на коврик от CustomMates, продаж которого я получаю небольшую комиссию. Также прошу всех подписываться на мой Дзен-канал, так как не факт, что с Ютубом у нас не случится какая-нибудь невредвиденная фигня. В общем, сегодня, как и всегда, у микрофона был я, Тушел. Всем пока и до скорых встреч на канале ProDevice.